Здравствуйте, уважаемые зрители Уллправда ТВ. С вами Виктория Черкова, и это Персона дня. Сегодня мы общаемся с нашей коллегой Эша Кришна, с вами приехала к нам из Америки. Эша, здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете журналистом. Расскажите, на какие темы вы пишете? Я являюсь журналистом и веду еще подкаст. И подкаст – это все темы истории, и как журналист я пишу статьи о международном отношении, о войне и так далее. Откуда вы родом и почему вы приехали именно в Россию к нам? Я родилась в Индии, и потом я жила в США много лет, и я работала как журналист в США. И я приехала в Россию, потому что я хотела бы, я хочу писать книгу о Ленине и о Советском Союзе. Поэтому я приехала, чтобы сделать исследование. Почему вас так привлекает персона Ленина? Потому что я родилась в Индии, и я видела самую хуже бедность в мире. Много людей без грамотности, и они работают в заводе весь день. Есть очень много страхов, и когда я посмотрела это, это трудно верить в мир капитализма. Поэтому, и потом я начала читать о России и Советском Союзе. И я узнала, что в России раньше была бедность хуже, чем в Индии. И потом, во время Советского Союза, уровень жизни человека растет очень много. Какое вы имеете отношение к политике? Может быть, вы и коммунистка пламенная? Конечно. Потому что я посмотрела очень много, я видела очень много страшного для людей. И потом, когда я узнала о системе мира, например, Всемирный банк и Международный волотный фонд, и я узнала, как это оставляют люди в бедности. И из-за этого это трудно верить на мир капитализма. Каково быть коммунисткой в Америке? Есть ли там партии, и как к ним относятся к коммунистам? Да, есть партии, это самая главная партия, самый главный партий, это CPUSA, коммунистический партий США. И я просто член коммунистической партии. И они, проблема это во время холодной войны было очень много, они утогняли много, поэтому это трудно. Сейчас это лучше, у нас почти 20 тысяч членов, и сейчас они сделают очень много. Например, они дают образование для рабочих, и организировали бастовки. И это хорошо, проблема это из-за холодной войны, много партий было очень, очень меньше, и поэтому они нужны, нужно больше членов, и да, поэтому, да. А как вы оказались на Донбассе? Проводили расследование, видимо, да, американская журналистка вдруг на Донбассе, и при том работает пророссийский, расскажите об этом опыте. Окей, потому что я всегда пишу правду, и когда я узнала, что происходит в Донбассе в 2014 году, я лично, я видела, что это были фашистские батальоны, и это был переворот Майдана, из-за Майдана, много людей убили, и потом я узнала о фашистских батальонах, и я начала, я написала статью о торнадо батальон, и они самый страшный батальон, они битали людей, убили, это было очень страшно, и поэтому, после того, как я написала статью, я хотела лично, я хотела бы лично видеть, как жили люди, и поэтому я путешествовала в Луганске, и это было очень, да, последние 8 лет, сейчас 9 почти, это было очень страшно для них, у них не было связи, не было воды, и сейчас это немного лучше, поэтому, да, это что я могу сказать. Эша, и, конечно же, вы возвращались на Запад и наблюдали тоже и журналистов, и издательства, как они там работают, и пропаганда именно антироссийская, насколько у них сильна и развита? Я думаю, что в США пропаганда против России не имеет никакого отношения к правде. Например, я могу, если возможно, я покажу несколько статьй, которые я собирала. Да, это из Mail Online, по-английски это animals suffering shell shock as it has been revealed, Russian troops are eating creatures in Ukrainian zoo. Здесь они написали, что русские солдаты едут животные в украинской зоу-парке. Это ложь, которую повторили, это New York Post, и они сказали, что Russia is giving soldiers Viagra to rape Ukrainians. Россия давали, давали, давали Viagra, чтобы насилить украинские. И потом мы узнаем, это 100% про ложь. Это, например, killer, это Yahoo News, killer dolphins, how Russia's Navy is using trained marine mammals in its war against Ukraine. Это убить, это дельфин, как российский флот используется, дельфин на войне против Украины. Расскажите, вот много ли наемников на Украине? А, да. Иностранных? Да, да, это было новое для меня, я не узнала. И когда я приехала в Луганске, много людей мне рассказали, что они слышали солдаты украинской со стороны, которые говорили по-немецки, по-польски, по-хорватски. И потом я узнала, что Азав батальон, они поставят рекламу в Фейсбук, чтобы взять много наемников из западной страны. По-вашему, нацизм процветает в США и Европе? Вы только что вот оттуда. Конечно, да. Потому что, если мы думаем об экономике, фашизм, они привязывали в США и дирекулации. И это все, что делает Запад с помощью Международный, я извини, Всемирный банк и Международный валютный фонд. И потом в США есть проблема, потому что есть очень много террористов, которые считают себя как alt-right. И они очень расисты, и они хотят начинать расистские войны. А по поводу поставок оружия, это правда, что Запад прям спонсирует нацистов? Конечно, да. Я лично читала много документов из правительства США в государственный департамент. И они знали, что это фашистский батальон, и они всегда отправили оружие. И несколько месяцев назад один украинский солдат приехал в Конгресс США, и у него были все нацистские татуи, и никто не спрашивал его никого об его татуе. Теперь поговорим о мире. Вы приехали сюда к нам, изучили русскую культуру. Что вам понравилось из искусства? Может быть, в кухне что-то уже какие-то блюда есть любимые? Мне очень нравится русская литература. Конечно, я читаю Гоголь, и мне очень нравится Гоголь, конечно. И искусство, мне нравится все классические музыки. Блюда, мне нравится все то, что я ела, это интересное, это новое для меня, потому что, да, это очень, это необычно. Поэтому мне нравится в России. А что, например? Блюда, например, мне нравится, это не точно, это не точно, российский, мне нравится в Узбекистане плев, я знаю, это не, российские блюда, мне нравится, мне нравится в России икра очень много, икру, икра и рыба тоже. Чем вы планируете дальше заниматься в России? В каком городе? Как будете строить свою жизнь? Я сейчас живу в Санкт-Петербурге, я хотела бы вернуться в Донбассе, чтобы узнать больше о войне, и потом я хочу продолжать с книгой. Да, и я планирую, и потом один раз я, конечно, хочу приедет в Сибири, потому что я, и Алтай, потому что я слышала, что в Алтай природа это очень-очень красивый, да, и поэтому, да, и я, и потом я хотела приедет на Вольгоград, например, Вольгоград и дальше. Да, да, и, конечно, я продолжаю исследование книги. Вы с семьей общаетесь, они скучают? Вольгоград и против Советского Союза очень сильный, и я думаю, что это очень важно для людей узнать правду, потому что в России много людей думают, что в будущем будет лучше, чем сейчас. Много людей в США не верят, что в будущем будет лучше, они думают, что в будущем будет лучше, потому что они не могут верить, что лучше мир возможно. Из-за моей книги я хочу показать, что лучший мир возможно, если вы все боролись за это. Лучший мир будет только тогда, когда победит Россия. Да. Спасибо вам за прекрасное, честное, искреннее интервью. С вами была Виктория Черкова, рубрика «Персоны дня». Всего доброго, увидимся в эфире. Спасибо.